Концепция умных роботов существует многие годы, но вплоть до недавнего времени она имела значение преимущественно для любителей научной фантастики. Но ни в книгах, ни в фильмах не популярны сюжеты, где все счастливы. Поэтому мы привыкли, что нам показывают роботов, стремящихся уничтожить человечество, и умные алгоритмы, постоянно норовящие выйти из-под контроля. Сколько, правда, в этих страхах. Определиться с этим надо прямо сейчас, ведь всё больше экспертов говорят о том, что технология, которая в корне перевернёт привычный мир, почти готова. Искусственный интеллект сравнивается или превосходит человеческие всё в большем количестве областей, и прогресс даёт надежду для прорыва в разработке мозгов для гуманоидных роботов. Наконец-то они станут полезными, так как всё это время, какие бы умения они не демонстрировали, это было интересно лишь с точки зрения маркетинга или исследований, и никакого практического аспекта. Теперь же фантастика должна стать явью. Радость от прогресса омрачает сомнения. Понятно, что такая большая технология способна изменить курс человеческого развития. Какого прогресса удалось достичь передовым робототехническим компаниям? Какие открытия и прорывы стоит ждать в ближайшее время? Какое именно влияние умные роботы окажут на нашу жизнь в ближайшие 5 или 10 лет? И как подготовиться к неожиданным последствиям и настоящим угрозам? Разберём в этом видео. Прежде всего, чтобы роботы не составляли нам серьёзную конкуренцию на рынке труда, необходимо постоянно развиваться, в первую очередь осваивая новые технологии и делая их инструментом в своих руках. Именно это предлагает своим студентам Университет Искусственного Интеллекта. Чтобы понять, что вы получите здесь на курсе, регистрируйтесь на бесплатный вебинар «Промпт Инженер. Специалист по нейросетям». На нём вы узнаете, как разработать нейросотрудников для нужд любого бизнеса, создать успешный AI-проект, подчинить Искусственный Интеллект своим нуждам и заработать на мечту. Университет Искусственного Интеллекта – инновационное образовательное онлайн-учреждение, не имеющее аналогов. Здесь просто гигантская база контента по AI. А само обучение одобрено Академией РАН, Рангхис и Визерлэбс. А ещё университет предлагает гарантированную стажировку и трудоустройство, причём это прописано в договоре. Студенты Университета Искусственного Интеллекта уже работают в Huawei, Dell, Amazon, VTB, Яндекс и Роскосмос. Вы тоже сможете претендовать на вакансии в таких компаниях после 9 месяцев обучения и создания дипломной работы при постоянной поддержке кураторов. Обучение подходит всем, независимо от подготовки. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар прямо сейчас и получите бонус для подписчиков нашего канала. Вебинар, чат, GPT и создаём нейронку без единой строчки кода. Вернёмся к основной теме выпуска. Чтобы понять, почему именно сейчас настал переломный момент, надо заглянуть в историю. Если не вспоминать про механического рыцаря Леонардо да Винчи и автоматизированные куклы Пьера Жаки Дроза, то первым андроидом, представленным именно как робот, был Электро в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Он мог ходить по голосовой команде, говорить около 700 слов, двигать руками и головой, а также курить. В общем, типичный менеджер. Гораздо интереснее были антропоморфные роботы университета Васседа в Токио, Webat 1 и Webat 2, представленные в 70-м и 80-м годах соответственно. Эти андроиды уже имели систему контроля конечностей с тактильными датчиками для ходьбы и захвата, систему зрения, которая могла измерять расстояние, также они могли общаться на японском языке. Роботы Webat, по сути, были предшественниками Asimo, представленного в 2000 году и долгое время остававшегося самым совершенным гуманоидным роботом в мире. Разработанный компанией Honda, робот умел распознавать объекты, жесты, звуки и лица, разговаривать и взаимодействовать с людьми. Способный к автонавигации, Asimo должен был стать многофункциональным мобильным помощником. Последняя его версия была представлена в 2014 году, на сегодня проект закрыт. Asimo породил в нулевых волну интереса к человекоподобным роботам, благодаря которой появились такие боты, как Sony Dream Robot, Джонни от Технического университета Мюнхена, а в 2005-м Engineered Arts создатели робота Amica представили свой первый проект, Robot Aspian. В свою очередь в 2009-м Boston Dynamics — первый прототип своего робота Patman, который стал основой для создания невероятного робота Atlas. Тогда, казалось, наступила новая эра гуманоидных роботов, и они вот-вот станут полезными и будут использоваться повсеместно. На волне энтузиазма инженеры по всему миру начинают проектировать своих роботов, а Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США дает старт соревнованиям DARPA's Robotics Challenge. Цель была простая — выяснить, готовы ли роботы самостоятельно выполнять опасные миссии. Соревнования продержались три года, с 2012 по 2015, и стали источником множества забавных видео в интернете. Результатом стало одно — мир понял, что до умных андроидов далековато. Одновременно в 2015-м на сцену выходит робот София компания Hanson Robotics и производит настоящий фурор, так как разработчики заявляют, что у робота есть ИИ, благодаря которому София общается с окружающими. Правда, триумф робота был недолгим, а вскоре компаний под давлением профессионального сообщества пришлось признать, что никакого ИИ они не изобрели, и что ответы для робота пишет человек за кадром. И только человечество потеряло веру в гуманоидных роботов, как на сцене появляется Атлас. Просто выйдя из лаборатории, пройдясь по зимнему лесу, робот продемонстрировал, что надежда есть. Каждое новое видео с ним становилось сенсацией, при этом долгие годы Атлас прозябал на Олимпе в одиночестве, демонстрируя беспрецедентную ловкость. Я бы сказал, до сих пор прозябает. Действительно, в плане мобильности на сегодня ни один человекоподобный робот не может соперничать с детищем Boston Dynamics. Но со временем все разочаровались и в нем, так как с когнитивной точки зрения робот абсолютный ноль. Вы можете сказать ему, куда идти, и он доберется до нужной точки, преодолев препятствие. И там он будет стоять, пока вы не подберете для него новую цель. Именно это делает Атлас нежизнеспособным продуктом с практической точки зрения. Но время не стоит на месте, и сейчас, благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, все наконец-то может измениться. Конечно, одного ИИ недостаточно. За последние десятилетия большой путь прошла компонентная база, развились сенсорные технологии, появилось множество способов машинного обучения. Роботы научились видеть и распознавать предметы, избегать препятствий, чувствовать вещи и понимать, какую силу к ним нужно приложить, чтобы произвести нужное действие. Все это стало более доступным, благодаря чему множество компаний по всему миру буквально за год собрали своих человекоподобных роботов. Некоторые даже запустили их в массовое производство, но эти роботы скорее инвестиция в будущее. Все они ждут главный компонент мозг, который даст им возможность рассуждать как человек. Новый бум гуманоидных роботов наступил благодаря Илону Маску. Именно с его робота Optimus началось настоящее безумие, когда каждая технологическая компания задумалась о создании человекоподобной машины. Маска считает визионером. Именно он предсказал популярность электромобилей, и сделал космос более доступным благодаря частично многоразовым ракетам. Поэтому, когда он заявил, что будущее Тесла не за авто, а за роботами, что скоро спрос на них будет просто колоссальным, что технологии ИИ достаточно развиты для того, чтобы сделать роботов умными, к нему прислушались. В сентябре 23-го Тесла подробно описала, как работает ИИ в Optimus. Сквозной алгоритм робота кардинально отличается от прежнего управления на основе правил. Нейросеть TeslaBot может выполнять задачу, начиная с исходных команд и сценариев, и заканчивая конечными результатами в соответствии с правилами, созданными ИИ самостоятельно. Тогда как ранее, правила всегда создавались путем прямого программирования человеком. Optimus осуществляет комплексный контроль более высокого уровня от наблюдения за сценарием до анализа задач. Эти два процесса выполняются большими языковыми моделями, так как они обладают способностями к рассуждению и анализу изображений текста и видео. Сквозной контроль нижнего уровня включает в себя симуляцию и окончательное выполнение, где ИИ робота должен организовывать рабочий процесс движений в симуляции, а затем превращать это в физические движения. Optimus развивается постепенно, и, кстати, Маску уже пора бы выпустить что-нибудь новое про робота, так как на пятки ему наступают конкуренты. И главный из них — робот-01 от Startup of Figure. Его основатель Брэд Эдкок после первой презентации Маска, где он представил робота, быстро собрал команду бывших инженеров крупнейших робототехнических компаний. Она оперативно разработала конструкцию робота, первый рендер которого, кстати, очень сильно напоминал Optimus, а дальше началась гонка ИИ. Маск делал ставку на наработки системы FSD, а компания Эдкока пробовала все существующие подходы. От обучения в симуляции до обучения через телеуправление и демонстрацию. Затем Фига инвестировала OpenAI. Всего стартап получил колоссальные 675 миллионов долларов, какая часть приходится на компанию Сэма Альтмана, какая на других инвесторов не уточняется. OpenAI пообещал разработать для гуманоида 0.1 искусственный интеллект нового поколения, который станет настоящим GPT для роботов. Первые результаты робот Фига уже демонстрировал в видео, как и роботой OneX, с которой также сотрудничает компания Сэма Альтмана. Благодаря новым алгоритмам роботы быстрее учатся автономно выполнять задачи. Кстати, сам GPT тоже внедряет в роботов, алгоритм может помочь им общаться или распознавать изображение видео, и даже писать код для себя под простые новые задачи. Но сделать робота по-настоящему универсальным языковая модель не в силе, так как для этого ей нужны обучающие данные обо всех видах взаимодействия робота со всеми возможными предметами. И несколько крупных исследовательских организаций уже пытаются собрать такой датасет. Например, Google. Компания объединила с этой целью порядка трех десятков робототехнических лабораторий по всему миру. Идея такая, если возможности каждого робота ограничены временем и усилиями, необходимыми для того, чтобы вручную научить его выполнять новую задачу, что если объединить опыт многих роботов, чтобы новый робот мог учиться у всех них одновременно? Проект получил название RTX. Его цель — собрать данные, ресурсы и код для создания роботов общего назначения. Первые результаты уже есть. Так, робот Google смог выполнить новые задачи в три раза быстрее. Кроме того, исследователи говорят, что данные, полученные от множества роботов, помогают улучшить работу самих алгоритмов, придавая им некоторую степень здравого смысла. И все это волнует многие, включая крупнейшие в мире инвестиционные банки. Так, Goldman Sachs представил свой прогноз рынка роботов-гуманоидов. Согласно Нему, к 1935 году рынок вырастет до 38 миллиардов долларов, а ожидаемые поставки составят порядка 1,4 миллиона единиц. При составлении прогноза аналитики руководствовались не только темпами развития технологии, но и тем, что стоимость создания высококлассных роботов за последние годы значительно снизилась. В отчете говорится, что снижение составило 40%, а средняя стоимость андроида снизилась до 150 тысяч долларов за единицу. И здесь речь идет не о серийных роботах, а про единичные исследовательские экземпляры. В серии они будут дешевле. Поэтому в Goldman Sachs считают, что на заводах такие роботы начнут работать уже в ближайшие три года, а еще через 2-4 войдут в повседневную жизнь. Согласны с таким прогнозом? Пишите в комментариях. В конце отчета специалисты пишут, что касается нашего безоблачного сценария, мы по-прежнему ожидаем, что робот-гуманоид станет следующей общепринятой технологией после электромобилей и смартфонов. И вероятность этого очень велика, так как множество технических экспертов уверены, что человекоподобные роботы станут следующей ступенью развития искусственного интеллекта. Ведь только получив тело, ИИ сможет получать максимум информации из реального мира, а не из интернета. Так к чему приведет внедрение в повседневную жизнь такой большой технологии, как умные гуманоидные роботы? Если опираться на прогнозы футуристов, сценарии взаимодействия человека и робота охватывают варианты от простого сосуществования до частичного или полного слияния. Развиваться все будет постепенно. Первым этапом станет совместная работа человека и робота. Андроиды будут не только замещать нас на рабочих местах, в таких отраслях, как промышленность, автомобилестроение, добывающая отрасль, логистика и склад, ликвидация последствий стихийных бедствий, но и работать рядом с нами. По прогнозу того же Goldman Sachs, в первые годы внедрения гуманоидные роботы заменят от 5 до 15% рабочих. Здесь мы подробно не будем останавливаться, так как про это, заменят ли нас роботы, какие специальности останутся актуальны и другие аспекты работы будущего, вы можете посмотреть отдельное видео, оставим ссылку на него в описании подсказки. А что насчет других сфер нашей жизни? Если умные гуманоидные роботы станут таким же обычным явлением, как смартфон, нам стоит приготовиться к кардинальным изменениям в повседневности. Так роботы станут незаменимыми помощниками в доме, выполняя все больше задач от уборки до ухода за детьми и домашними животными. Они могут играть ключевую роль в обеспечении ухода за пожилыми и больными, предлагая не только свою компанию, но и мониторинг здоровья 24 на 7. Кстати, над этим направлением уже давно активно работают в Японии, где проблема старения населения наиболее ярко выражена. Роботы-учителя смогут предоставлять индивидуальное обучение, адаптируя учебный план под нужды и темп каждого ученика. Более того, учитывая темпы изменения жизни, вызванные четвертой промышленной революцией, обучающая роль роботов может быть ценнее, например, помощи по хозяйству, так как подстраиваться под новый мир, а значит и переучиваться, или расширять знания придется постоянно. Со совершенствованием носимой электроники и бионических протезов мы можем стать свидетелями слияния биологических и искусственных форм, где гуманоидные роботы и люди будут не просто сосуществовать, но и интегрироваться на физическом и информационном уровнях. Такое слияние может привести к созданию новых форм жизни и сознания, а также открыть путь к глубоким изменениям в понимании человеческой природы и возможностей нашего тела. В целом распространение технологий гуманоидных роботов должно способствовать повышению общего уровня жизни. Роботы смогут выполнять опасную, вредную, монотонную работу, освобождая людей для занятий творчеством и инновационных открытий. Кажется, все довольно радужно. В чем же подвох? Он есть. Например, внедрение роботов, предназначенных для социального взаимодействия, может неожиданно привести к увеличению изоляции отдельных людей от общества. Вместо того, чтобы стимулировать социальные контакты, человекоподобные роботы могут способствовать увеличению времени, проводимого фактически в одиночестве, точнее, наедине с машиной. Они могут имитировать человеческие эмоции и реакции, но не способны на истинно эмпатическое сочувствие. Какое влияние это будет оказывать на психику, как считаете, и с кем предпочли бы общаться каждый день, с человеком или роботом? Также неизбежно возникнут этические дилеммы. По мере развития умные андроиды могут столкнуться с ситуациями, требующими моральных и этических суждений. Смогут ли они принять верное решение в морально-двусмысленных ситуациях, например, когда нужно выбирать между меньшим из двух зол? Это вызывает необходимость в разработке сложных этических алгоритмов и поднимает вопрос о том, кто несет ответственность за действия роботов. Также широко обсуждается проблема безопасности и приватности. Неожиданные уязвимости и ошибки в программном обеспечении могут открыть путь для кибератак, и тогда у вас дома окажется не просто лишняя пара глаз, но и пара довольно сильных металлических рук. Илон Маск, например, говорит, что Оптимус будет разработан так, чтобы человек мог от него убежать. И, конечно, цена роботов будет не такой большой, как сейчас, но чрезвычайно существенной, что приведет к усилению неравенства среди людей, особенно если часть из них окажется из-за роботов без работы. На уровне государств неравенство тоже усилится, если на заводы некоторых из них заступят тысячи андроидов. Кстати, массовый выпуск гуманоидных роботов одна из целей Китая на 25-й год. Про развитие технологий в этой стране можно подробнее посмотреть в выпуске по ссылке в подсказке. Также людям придется разработать новое законодательство, учитывающее наличие роботов во всех сферах жизни. И первым вопросом будет, является ли робот объектом или субъектом. От этого зависит решение об их правах, обязанностях и ответственности. Как, по-вашему, на ком будет вина от действий умного автономного робота, на нем самом или на его хозяине, либо компании-производители? Ждем ваше мнение. В итоге беспрецедентная природа ИИ роботов, наделенных им, не позволяет полностью предсказать все последствия внедрения технологий. Они, безусловно, расширят возможности во многих сферах, от космоса до науки. Для людей же самое важное — продолжать развиваться. Наша гибкость, обучаемость, умение адаптироваться и находить нестандартные решения пока остаются непревзойденными. И в этом наша сила. А по поводу страха перед сильным искусственным интеллектом, последствия его внедрения мы разберем в отдельном выпуске. Как говорит Марк Райберт, основатель Boston Dynamics, вы же не боитесь людей, которые умнее вас. Так почему должны бояться искусственного интеллекта? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и присоединяйтесь к нашему сообществу в Telegram. Впереди много интересного.